Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что вы нашли время и заглянули ко мне в гости. Сегодня будем разговаривать об элегантных ароматах. Я подготовила для вас подборку, но прежде чем мы начнем, по традиции, отвечаю на ваши вопросы, которые вы можете задавать и оставлять в моем телеграм-канале. Те, кто еще не подписан, то обязательно проходите по ссылке и подписывайтесь. Сегодня будет несколько коротеньких вопросов, постараюсь быстро и лаконично на них ответить. Первый вопрос будет от Виктории. Есть ли ноты, которые вы не переносите в парфюмерии? Конечно, есть. Есть и не одна. Очень осторожно я отношусь к ноте туберозы и жасмина в парфюмерии. Почему? Потому что на мне эти ноты очень часто раскрываются некрасиво. Да-да, вот той самой некрасивой ноткой зачастую я слышу, особенно если они заявлены в средних нотах, вот эти белые цветы различные. Чаще всего замечала, что это жасмин. В моем парфюмерии в гардеробе не так много шипровых ароматов, а вернее их можно прям по пальцам пересчитать, особенно там, где активно выступают ноты мха, зелени и так далее. Почему? Тоже по той же причине на мне некрасиво звучат эти парфюмы. Вот мне кажется, что на холодной коже чаще всего, особенно мшистые такие ароматы, раскрываются как-то более дорого, что ли. Я замечала, что когда я наношу шипровые парфюмы, на мне они звучат, знаете, не остренько так, как-то не горьковато, а как будто бы, как будто бы вот как залежалый мох. Поэтому я очень осторожно отношусь вот к этим нотам, и, наверное, можно сказать, что не очень их люблю. Какие еще ноты мне не очень нравятся? Ну, я замечала, что яблоко, нота яблоко на мне тоже ужасно звучит. Она начинает так кислить, вот прям перебивает все остальные ноты. Яблоко и ревень. Ну, опять-таки, бывает, что яблоко очень красиво обыгрывается с какими-то сладкими ванильными нотами, тогда все отлично, тогда все замечательно, я могу носить этот аромат. Но если яблоко или ревень звучит в сочетании с бергамотом или, ну, то есть, когда это вот такая повышенная, хотел сказать, кислотность, но, наверное, не кислотность, но когда это кисленько прям так, то не очень, не люблю. Следующий вопрос от Юли про планы на лето и какую страну мечтаете посетить. Ой, друзья мои, вы знаете, это сейчас такой больной вопрос. У меня нет каких-то определенных планов на лето. Если что-то спонтанно случится, вы об этом точно узнаете. Но пока я ничего не планирую. Конечно, очень много стран я бы хотела посетить. И, в частности, я не была ни разу в Италии. Мне бы очень хотелось там побывать. В Португалии. Я бы еще раз хотела побывать в Испании, потому что мне очень понравилась Валенсия. И, да на самом деле, очень много стран, где я бы хотела побывать. И еще один коротенький вопрос. Какой у вас самый сладкий аромат в вашем пар в гардеробе? Я сначала думала сказать аромат от Элиса. Гел оф нау форева. Потому что для меня этот аромат очень сладкий. Но потом я вспомнила про аромату Татар Коллекшн, Кристал Лав. И, конечно же, это самый сладкий аромат в моем пар в гардеробе. Но это сладость сладкая. А почему? Потому что здесь и мармеладки, и конфетки, и халва, и орех, и сливки. Знаете, еще так сверху обильно такими сливками из баллончика полили. Ну, аромат красивый. Под настроение, под настроение я его очень люблю. Ну, он очень сладкий. Такая гурманика просто. Ну, в стиле, в принципе, от Арк Коллекшн. Поэтому, да, вот этот самый сладкий. Сегодня с вопросами все. Давайте будем переходить к нашей основной теме. А говорить, я напомню вам, мы сегодня будем об элегантных ароматах. Скажите мне, пожалуйста, что в вашем понимании элегантные ароматы и какой вы сразу же представляете парфюм? Ну, или бренд. Вот какой вы представляете бренд? Я сразу представляю Chanel. Вот правда, как только я начала составлять свою подборку, первое, что я подумала, ну, аромат от Chanel должен быть в этой подборке. И сегодня я решила начать с аромата Chanel 19 Poudre, потому что для меня это самая элегантная и, наверное, одна из самых красивых пудр в моем парфгардеробе. Да, здесь горьковатый ирис, сухой, такой, знаете, по-хорошему холодный, строгий. Но этот аромат действительно ассоциируется у меня с элегантной женщиной. Какой образ у меня сразу рисуется перед глазами? Это белая рубашка, это, скорее всего, такой офисный лук, костюм. Белая рубашка, повторюсь, то есть строгие волосы, собранные в пучок. Но я обожаю этот аромат, очень его люблю. Этот аромат очень красиво стартует. Здесь вот горечь от гальбанума, от ноты гальбанума, она задает тон этому аромату. Он нисколечко не сладкий, он такой для меня даже суховатый. Несмотря на то, что здесь есть и цветочные ноты, здесь заявлен жасмин, я здесь цветочности не слышу. Жасмина здесь для меня точно нет. Витивер, ирис, гальбанум. Вот такая вот приятная для меня композиция, которую я, кстати, очень часто и очень люблю носить летом. То есть этот аромат вполне у меня сочетается с какой-то вот жаркой погодой. Люблю, как он звучит на контрасте. Я вам об этом уже рассказывала, когда ты заходишь в прохладное помещение, вот с жаркой улицы в прохладное помещение. Эта красота невероятная. В сегодняшней подборке присутствуют ароматы не только, которые есть в моем парфгардеробе, но и те, которые находятся в моем виш-листе. Следующий аромат, о котором пойдет речь, вот как раз-таки давно уже в моем виш-листе, это аромат от Bottega Veneta, Bottega Veneta. Этот парфюм тоже абсолютно ассоциируется у меня с элегантным образом. Но элегантность, согласите, бывает разная. Вы можете представить женщину в элегантном костюме, вы можете представить женщину в элегантном платье вечернем. Bottega Veneta для меня аромат для женщины, которая в джинсах, в рубашке и в кожаной куртке, но при этом она не менее элегантна. И вот этот вот утонченный шлейф, такой тонкий, дорогой шлейф изысканной замши, только подчеркивает вот тот самый casual такой образ, да, который я для себя во всяком случае представляю, который ассоциируется у меня с этим ароматом. На старте у этого парфюма розовый перец и бергамот. Далее аромат раскрывается с жасмином и в базе это, конечно же, кожа, ветивер и почули. В целом композиция для меня звучит довольно-таки мягко, то есть я не слышу никакой кислой кожи. Это, скорее всего, мягкая замша, которая очень красиво раскрывается, очень нежно шлейфит, вообще аромат бесподобный. Если вы еще с ним не знакомы, я вам рекомендую с ним познакомиться. Как я уже и сказала, для меня элегантность бывает разной, и вот следующий аромат у меня ассоциируется абсолютно с женственной элегантностью. То есть это как раз-таки аромат про красивое платье, про такой, знаете, абсолютно, повторюсь, женственный шлейф. Это Ода белым цветам. Аромат, который для меня, наверное, один из самых красивых, самых женственных, ну, во всяком случае, в моем парфюм гардеробе. Как здесь красиво обыграли вот этот букет белых цветов. Здесь заявлены и гордения, здесь заявлены магнолия, ландыш, есть и жасмин, но все это представлено на такой горячей амбровой подложке. И для меня здесь очень много сладости. Этот аромат настоялся, я слышу в нем очень красивую ваниль, и слышу в нем медовые акценты. Вот чем больше этот аромат я ношу, тем больше я слышу меда в нем. Но мед здесь, знаете, какой? Мед, скорее всего, в сотах. Это не кислый мед, вот бывают, знаете, медовые ноты раскрываются на коже с такой неприятной кислинкой. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Здесь очень сладкий мед, он такой теплый, тягучий. Ну и все это, конечно, перекликается вот с этой базой амбровой. Аромат безупречный для меня, и, конечно, это женственный, элегантный парфюм. Знаете, какой аромат для меня является строгой элегантностью? Я думаю, что вы догадались. Это аромат от Cisley Eau de Soir. Я очень люблю этот парфюм. Я говорила уже о том, что у меня на самом деле в моем парфгардеробе немного шипровых ароматов. Они на мне не всегда, скажем так, красиво раскрываются. Но вот этот аромат я обожаю. Пусть я его даже не часто ношу. Это аромат у меня не на каждый день. Это аромат не поливашка. Но это аромат настроения. Этот аромат может, он может даже задать мне это настроение, знаете, в начале дня. Я вам тоже рассказывала неоднократно про него. Это очень красивый шипр. Это очень красивая мшистая база. Древесный такой, знаете, холодный. Даже где-то колючий аромат. Но мне он очень нравится. Вот, видимо, сочетание каких-то нот производит на меня впечатление. Потому что я на самом деле не скажу, что я балдею от шипровых парфюмов. Я знаю, что очень много поклонниц и поклонников этого направления. Но я не могу сказать, что я в восторге от шипров. Во всяком случае, вот от таких классических. Да, я очень к ним осторожно отношусь. Но вот этот аромат для меня эталон шипрового звучания. Мне очень нравится. Мне кажется, он очень дорого звучит. Мне кажется, что он очень благородный, элегантный. Ну, в общем, все вот эти слова, они все применимы к этому парфюму. Не буду останавливаться подробно на пирамидке. Потому что она очень богатая. Но я думаю, что как у любого шипра, а тем более такого уже, можно сказать, классического шипра, здесь пирамидка очень богата. Но в целом, в целом это красота. Да, это очень красиво. А вот противоположность. Eau de Suisseur аромат от бренда Венецианский купец моей жемчужины. Это для меня тоже элегантный аромат. Но здесь элегантность мягкая и нежная. Это тоже очень для меня женственный парфюм. Он необыкновенно приятный. И я вам тоже об этом говорила. И мне кажется, что если бы я услышала этот аромат со стороны, мне бы захотелось подойти к этому человеку. Ну, к женщине. Это для меня абсолютно женский аромат. Мне захотелось бы приблизиться к ней. Настолько он располагает к себе. Но в то же время я представляю очень ухоженную, очень элегантную женщину. Красивый аромат, про белые цветы, про что-то кремовое. Я, кстати, когда стала носить этот парфюм, я поняла, что он для меня очень сильно заслащивается в своей базе. Но мне это нравится. Но вот в начале, когда я только начинала с ним знакомство, мне казалось, что это такой, ну, такой, знаете, очень легкий, очень такой невесомый, белоцветочный, уходовый аромат. Сейчас я чувствую эту сладость. В базе я чувствую очень хорошо сладость. Но она такая мягкая, знаете, как воздушная пенка на кофе. Вот что-то с каким-то, с чем-то мягким у меня ассоциируется этот парфюм. Поэтому у меня к нему очень нежные отношения. Я тоже ношу его не каждый день. Но когда я его надеваю, я как-то чувствую себя, знаете, более женственно, что ли. Следующий аромат, о котором пойдет речь, он находится в моих парфюмерных хотелках. Уж не знаю, как скоро я смогу себе его позволить, потому что бренд очень дорогой. Ну, для меня, во всяком случае. Это аромат от Atelier Materie. У меня вот в таком вот находится фирменном пробнике. Аромат называется Куир де Ирис. Когда я первый раз послушала этот парфюм, у меня действительно перед глазами возник очень элегантный образ. Причем этот аромат может носить как мужчина, так и женщина. Но звучит он невероятно дорого, красиво и, повторюсь, элегантно. Мне в целом кажется, этот бренд, он какой-то, знаете, особенный. У него какая-то подача такая, на мой взгляд, уже элегантная. То есть оформление флаконов очень привлекательное. Ну и, конечно, вот сам этот аромат, аромат про ирис, аромат про кожу. Я здесь слышу древесность очень приятную. И мне достаточно одной капельки этого парфюма для того, чтобы почувствовать себя вот как раз-таки в этом элегантном образе. Ой, необыкновенный аромат. Очень мне его хочется. Если вы знакомы с этим брендом, посоветуйте, какой аромат от Ателье Матери вам нравится и какому бы вы советовали приглядеться. Следующий парфюм, о котором пойдет речь, абсолютно для меня, знаете, такой унисексовый, элегантный образ. Это аромат от Tom Ford Black Orchid версия парфюм. Я говорила вам, что у меня к этому аромату особое отношение. И вообще, в принципе, я тоже в нем себя чувствую как-то в определенном стиле. Это очень интересный аромат. Те, кто с ним не знаком, а я думаю, таких, наверное, мало среди нас. Но, тем не менее, если вы не знакомы, я советую вам протестировать аромат и протестировать его на себе, на коже. Просто как вы почувствуете себя в этом парфюме? Я вот не ожидала, что мне будет в нем очень комфортно. Хотя многие мне говорят, что нет ассоциаций со мной и вот с этим ароматом. Вы знаете, чем больше я его ношу, хотя сейчас вот такой период, мне его, кстати, осенью очень нравится носить. Вы знаете, что я стала замечать? Чем больше я слушаю этот аромат, чем больше я его на себе ощущаю, тем больше он для меня раскрывается чем-то шоколадным. Сейчас я слышу его как шоколадные конфеты. Сейчас вы поймете, о каких я конфетках говорю. Может быть, вы даже их пробовали. Это шоколадные конфеты с горьким таким шоколадом, а внутри у них мятная молочная такая начинка. Вы кусаете эту конфетку, и у вас во рту такой холодок. По-моему, это то ли это финские конфетки. Я обязательно, если найду картинку, прикреплю. Вот так для меня пахнет этот парфюм. Мне кажется, это почули так играют с моим сознанием. Но вот правда, прям конфеты мятные, представляете? Это, друзья мои, элегантность не про белые цветы, не про что-то женственное, мягкое. Но это безумно привлекательное и притягательное, хочется сказать. И это с характером. Это очень классный аромат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...